доброго времени суток все кто смотрят здравствуй алексей татьяна привет сегодняшнего как бы но мы с алексей сегодня договорились продолжить прошлую тему до которую мы затронули а вот но это это как говорится потом попозже до сначала основные события светим что происходит значит что я заметила вот я папа вот это по заявлению мерки здесь очень серьезно опубликовали ну везде все сми в интернете вот интернет вот эти ресурсы до итальянские не опубликовали значит и заявление меркель о том что обманули по минских нам по минским так прямо прямым текстами писали и ответ путина наш я начать начала вот ходить смотреть у соседей естественно обсуждать любят со мной политику обсуждать и это сама они все в шоке от заявления меркель просто все местные в шоке мы теперь понимаем почему он начал это ну вот про путина да угры мы потому что еще знаешь сами тоже если с нами нельзя договариваться то кто же с нами будет договариваться наш у нас впереди как бы какие-то ну беды мы должны заключать какие-то контракты потому что ну там на даже горит на тот же газ или еще на что-то дал всем же катаром да неважно с кем мир с любыми с любым государством теперь мы будем подписывать договоры это государство будет смотреть на наскосок потому что тут уже просто в открытую она признается что мы обманывали государство подписывая на минуточку международное соглашение понимаешь то есть международное право фрау меркель вышла и сказала ребят его не существует а на прямом текстом это сказал и все поняли понимаешь все все поняли вот и конечно это было вот вот шок вот шок честно вот для для местных конечно меркель ну огорошила и наш все же как бы но были в какой-то уверенности что есть какое-то международное право еще до сих пор думаю да что украина там защищается потому что там международное право то что он нарушил границы путин потому что международное право понимаешь то есть вот это вот международное право не до сих пор еще думаю что она существует и тут выходит тетя меркель говорит до свидания ребята давно уже его никто не существует уже никто никуда не идет эти в шоке марсел вот ну но это как бы такое мое на мое на мое наблюдение что что я успела наблюдать за перерывы между переносом коробок переездом другой то вот по поводу еще то моих вот этих роликов которые я записала мне спрашивают правда ли что ну как бы вот в моем городе нету освещения рождественского от слова совсем его нет поставили одну несчастную вот такую вот елочку понимаешь и и все на это на весь город я не знаю почему они это сделали может других местах как-то по-другому я больше чем уверена что вот эти вот лампочки светодиодные да которые вот делают эти новогодние всякие цацки паски они не так уж много жрут понимаешь но у меня ощущение что вот наша европа решила но некоторые конечно города может не все вот лишить людей праздника понимаешь для того чтобы они еще злее были на путина потому что все же говорят что это из-за путина нет праздника но ними но это в это вообще да какой-то нонсос ну что значит блин ну неужели тебя жалко там этих несчастных копеек это же копейки эти лампочки для детей вот сделать какие-то ну хотя бы сделала в прошлом году их было 100 сделала в этом году хотя бы 5 вообще ничего не сделали понимаешь ну я я не менее доходит почему-то так ну в общем это все что я имела сказать теперь слушаемся ну что первое по поводу а ну первое все идет по плану все идет по плану план кому надо известен ну то есть мы не будем нарушать традиции план кому надо известен кому не нужно тот пусть спит спокойно и громко и в принципе это можно считать даже для него определенное счастье то есть нормальная психика нормально будет себя чувствовать гормон кортизона не будет вырабатываться тем самым он будет здоровый и уйдет в таком же состоянии в мир иной это шок если кто не понял и так по поводу меркель ты знаешь я наверное буду очень конспирологичен и нетрадиционно логичен вот но и мое ощущение что меркель сыграла в нашу пользу причем сыграла на сознательно как я это обосновываю первое все таки девушка меркель три раза была канцлером по 6 лет до этого 17 лет это вы знаете для дурак для дураков это невозможно причем это вот в таком вот в этом гадючники гадючники европейском где все друг друга с удовольствием придают она свое время шредера своего папашу можно считать политического шваркнула то есть девушка очень непростая раз на протяжении всей своей деятельности канцлером она билась за германию мы сейчас понимаем что германия сыпется быстрее чем кто-либо даже мог подумать никто не думал что такой колосс как германия за буквально полгода растеряет все свое политическое влияние и окажется в общем то уже в жопе и он идет туда еще и это жопа еще не окончательно там еще есть куда падать там днище еще не пробили по человеческим и с точки зрения политики можно политических целесообразностей можно понять для меркель этот процесс он для нее ужасен ведь все эти северный поток один северный поток 2 все связи с россией которые были как бы на нее не давили как бы не давили вот эта вся шалупонь там шапки прибалтика там польша и все остальное меркель свою линию гнула и все эти последние 18 лет ее канцлерство они были успешны для германии они были успешны для германской экономики для германской промышленности для германского политического влияния то что буквально за полгода все это ушло в унитаз это крах это катастрофа нравится ли ей естественно не нравится потому что получается что огромный класс жизни огромное количество нервов всего 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 спустили в унитаз почти мгновенно в этой ситуации для нее вполне логично сейчас поддержать россию и дать россии основания и для всех как ты обратил внимание итальянцы все обратили внимание что ребята оказывается мы обманывали мы практически готовили войну и то что нам дарили раньше то это не говорит о том что там кто-то агрессор мы были настолько подонки что бить нас раньше времени это как бы нормально понимаешь что она сделала и она тетка очень умная и с головой у нее хорошо и базар как говорится фильтровать она может поэтому я почти убежден она сейчас сыграла на стороне старой европейской аристократии промышленной аристократии которые понимают что европа это кабан на заклане которую сейчас будут резать доить и будут с него выдаивать все и что дальше шансов у них никаких единственный шанс здесь если россия побеждает и побеждает с помощью вот этой старой европейской элиты то дальше еще есть шанс все равно присоединиться к этому евроазиатскому миру потому что мы с вами бились мы вам помогли вот мне кажется что в парадигме этой логики сейчас меркель себя и подставила ну в общем в определенном смысле это героический поступок почему потому что в глазах как бы всех и даже вот итальянцы которые простые с тобой разговаривают даже для них это шоу ее репутация упала очень низко но это на первом на первом логическом пластике на втором логическом пластике на второй логике второго порядка она очень сильно выиграла в глазах российской элиты почему потому что она оправдала причем первое лицо в европе оправдала почему специальная военная операция была не только необходим но неизбежно да по факту да и для всех это шок просто вот я посмотрел там лукашенко стал вот я разочарован она же получается находясь в парадигме вот этих вот обвинений которые обвиняют с россии яшкова из туда-сюда она в общем повела себя недостойно низко и она очень как бы подставила то что поставила оправдала себя что оказывается она изначально хотел сделать как лучше чтоб украина была сильнее дальше воевала бусины это лукашенко я удивлен лучше бы молчал и он кстати сказал что лучше бы меркель молчал мое ощущение что лукашенко в этой ситуации лучше молчать потому что вообще видимо не понял какие игры играет меркель она сейчас для всей планеты оправдала неизбежность и необходимость специальной военной операции причем это сделал не кто-то из комментаторов не какой-то там третье восьмое там 45 лицо не какой там разведчик тайны на нем это сказала первое лицо европы которая рулил европейский политик все вот свои итальянцы даже ну простые они это поняли лукашенко этого не понял ну ладно кстати когда путин говорил вот я посмотрел у него у нее не было разочарования в глазах у него была знаешь хитринка когда он говорил про меркель у него была в глазах хитринка такая ну вот да вот так он понял что она подставилась ради того чтобы восстановить вот эти вот связь и нанести сейчас удар тем ясливым которые находятся в европе которые кричат про агрессию суд под себя и наматывают сопли на пулак вот она сейчас их размазала всех понимаешь вот что она сделала так что бабулька совсем не простая я хочу сказать и вот мое ощущение что с ее стороны это был героический поступок но она слила в унитаз свою репутацию как политика но она подняла свою репутацию как гео стратега и вот репутацию среди элиты промышленной элиты германии на высочайшем а вот потом что там баррель недавно прокололся да сказал в латинской америке что они как конкистадоры но нюанс в чем почему он так прокололся вот даже мне я далек от истории латинской америки я как бы понимаю что конкистадор это были в общем-то ты знаешь садисты мучители грабители ну жуткая в общем-то организация или как там они назывались потому что у них вот в этой вот всей католической прессе ну не прессе на тех еще старых книг у них же все нарисовано в рисунках он не умел читать тот мог видеть что они там творили и они все это рисовали отрубали жгли там детей убивали там жуть они все это рисовали и для них это было нормально а в чем проблема почему баррель вот такую ерес понес а потому что если вы врете во всем вы врете у себя и в своих исторических документах исторических учебниках в истории своей и они преподносили конкистадоров как просветителей которые просвещали этих убогих черных диких людей с латинской там центральной америки что они были просветителями они несли свет сознания там свободы и не затем технологии всего угодно чего угодно это они учили себя так а если посмотреть первоисточники то это были кровожадные варвары садисты и хронические убийцы и грабители и в латинской америки они именно так воспринимаются а эти балбесы сами себе наврали сами в это поверили и сейчас прокололись это конечно мощно что я читал там комментарии с латинской америки там все в шоке потому что такое сравнение ты знаешь как сказать вы знаете мы были гитлерами для латинской америки идиотами но я это оправдывайте не оправдываю объясняю тем что они сами себе врали настолько что поверили свое вранье они сами себе верят это однозначно уже давно верится я уже тоже это замечаю они настолько убедительны да вот ну для сами себя для что понятно что они в это верят да этот бумеранг вернулся так неожиданно здесь вот когда украинцы говорят что они европейцы ты знаешь я согласен с ними что они тоже себе иногда захожу на их там стримы всякие но и не стрима эти как вам но всякие там политические вот этим разговоры там чип-плей посмотри когда пьяный очень интересно когда трезвый потому что пьяный он несет всю правду недавно до буквально посмотрел хохотал на вот он говорит мы должны с вами понять куда сначала россия всякая плохая слабая там у нее через жопу потом мы должны с вами понять вот дословно почти мы муравьи мы не можем достичь победы мы не можем там большие дяди разбираются россии с америкой тут мы были у плинтуса а тут мужа большие дяди которые вообще на муравьев не обращают внимание и мы можем значит так использовать тактику там тысячи порезов то есть мы будем там кусать кусать мы будем показывать правильное направление я думаю блин когда большие дяди бьются кто там будет смотреть куда муравьи идут потом тактика тысячи порезов она заканчивается одним тапком сколько там было под тапком муравьев хрен его знает ну ладно так лирика я к тому что европейцы украинцы это в принципе очень близкие судя по всему то есть мы сейчас уже от украинцев дистанцируемся максимально потому что ну уже столько всего произошло что народ не хочет быть рядом вот с этим вот социумом но это ладно не будем туда уходить потом меня что еще интересно меня очень сильно заинтересовало здесь в одном на стриме не стриме об одной прочитал в одной статье о том что мишей сделала большой развернутый развед доклад ну такой стратегический открытый и у них там проскочила фраза о которой мы с вами говорим уже почти год а фраза проскочила следующий даже где-то записал что стратегия путина без спешки и потерь вымотать запад экономически то есть это говорит о чем что стратегия в длинную сейчас уже является не каким-то откровением там всяких блогеров а это уже является выводом аналитическим одной из крупнейших хитрожопых из самых подлых разведок мира и это они уже декларируют у себя а вот то есть в длинную для них начинаются проблемы сейчас они все обсуждают что оказывается то что мы тоже обсуждали но это было очевидно что военно-промышленный комплекс запада заточен под экспедиционные войны экспедиционные войны это быстренько прилетел папуасам навалял и тут же быстренько улетел нюанс война на истощение подразумевает серьезные экономические усилия и серьезные экономические мощности их мгновенно не нарастить сейчас уже то что сами американцы декларируют что в месяц они могут производить 15 тысяч снарядов вот эти 155 нюанс россия в день выстреливает от 40 до 60 тысяч то есть то что америка делает 3-4 месяца мы выстреливаем за один день украинцы выстреливают это количество там за три дня или за 4 понимаешь и невозможно мгновенно нарастить их производства вот сейчас они говорят о том что они могут в месяц нарастить до 20 тысяч 20 тысяч мы выстреливаем но за до обеда так что понимать а они это делают вместе потом это надо привести логистика очень непростая и много вооружения они возят самолетами очень большие деньги на вот так что у до них начинает доходить что в длину это них тема им нужна была короткая экспедиционная война с нашей стороны мы потом взяли бы они надеялись мы возьмем на содержание украину и дальше начнем с ней кувыркаться и мы в эту трясину залезем не будем отдыхаться и в этот момент они могут там заниматься китаем и еще чем вот теперь что там еще такого интересного а начинаются очень такие но если мы так у начали на пока по европе начинаются очень тяжелые процессы я посмотрел по скандинавии вот для меня было большое удивление что растет преступность в этой знаешь тихой достаточно тормознутой финляндии я давно жил там 90-х годах начала 90-х жил в швеции и когда мы туда приехали в садского ну 90-е годы в россии там сама понимаешь банки мирования туда-сюда много чего интересного было но меня в швеции тогда поразило швеция была очень спокойная консервативная страна достаточно прямо вот знаешь такая вот умеренно умеренно комфортные комфортные все такие законопослушные законопослушные но у них все время по средствам массовой информации чуть ли не каждый день проходило сообщение о том что где-то в одном месте ограбили почтальона в другом месте ограбили почтальона я приехал с россии я не помню то есть у нас достаточно большой город был а вот я не помню чтобы у нас там грабили почтальонов. Хотя они тоже разносили пенсию тоже. Их можно было грабить. Но как-то вот вообще не на слуху было. А здесь каждый день раз, два, там, чуть ли не каждый день по два-три случая ограбления пенсионеров. Только, извините, страна-то с Гулькинху, это Россия, там, ну, пусть там 150 миллионов, а этих-то 9 миллионов всего. И даже по тем временам, наверное, 8 было. И у них каждый день грабили почтальонов. Но нюанс был в том, что если ты подходишь к почтальону, я не знаю, с газетой в руке и говоришь, отдавай, он обязан отдать. Все, что у него есть. Ну, имеет свою. А там, соответственно, пенсии разносили, там еще что-то, еще что-то. Ну, вот. И у них это грабили. То есть почтальон не сопротивлялся ни при каких условиях. Но тогда для меня уже это было шоу. А сейчас а Финляндия вообще была тихая страна. Может быть, там где-нибудь происходило что-нибудь, они тоже такие мелкие жулики, что-нибудь свистнуть и сбежать. Это да. Но так, чтобы, знаешь, там мордобой и поножовщины и еще что-то, у них такого не было. И сейчас считаю, что в Хельсинки молодежные банды кошмарят целые районы, отбивают, отбирают и в общем-то режут народ с перестрелками. И шеф финской полиции говорит, ребята, что вы там расстраиваетесь, зато он в Швеции еще хуже. Ну, в Швеции там перестрелки, там подрывы, там что-то какие-то вообще сумасшедшие вещи. Я читаю, я даже думаю, блин, да не может быть. Потому что я помню другую Швецию. Я это к чему? Да слушай, жуть. Я вот читал, я был в шоке, реально. По Швеции давно уже в шоке. У них уже это года два или три. Но правда, они все умалчивают о том, что основная масса, где-то процентов 70-60 вот этих всех преступлений, это все у них мигрантов. И причем очень жесткие преступления. Знаешь, с поножовщиной, с перестрелками. А у шведов даже с подрывами. А знаешь почему? Именно там началось вот это вот. Потому что сам по себе народ жутко законопослушный. За себя не постоит. То есть подходят, все отдают. Все, понимаешь, все, ну как бы не сопротивляясь. И они знают, что никто не будет сопротивляться. Вот эти вот, знаешь, беженцы. Поэтому так себя ведут. Потому и банды, потому и, понимаешь. Именно поэтому. А попробуй, я имею, я на минуточку себе представляю, допустим, ну вот так, грубо говоря, та же Россия, да. Вот если бы такие банды, да, там собрались, каких-то из приезжих, да. Что мужики бы стояли, смотрели, да в жизни. Собрались бы. Я помню, когда теракты эти были. Ну я уже в 90-х, в 2000-х жила там. Ну когда вот самые-самые теракты были. А вот я тогда помню, мужики собирались, выходили, патрулировали, караулили подвалы. Туда еще подъезды не запирались на эти замки, знаешь. Дежурили по подъездам. Сами быстро собрались. Я себе представляю, себе какая-то этническая банда там кого-то где-то грабила. Тут же бы собрались, понимаешь. И показали бы той этнической банде, кто кому Рабинович, понимаешь. А это если законопослушные, то их и нагибать будут, понимаешь. Чем больше ты законопослушен, тем больше в твоей стране, вот если чуждый элемент залетает, тем больше бардака. Да, я с тобой абсолютно согласен. Это провоцирует. Вот это несопротивление и понятие, что нет никаких рисков. А они провоцируют. Но там уже банды молодежные. А банды молодежные друг с другом бьются уже в кровь. То есть здесь уже следующая стадия. И она очень хреновая. Потому что Скандинавия, честно говоря, медвежий угол Европы. Ну, как бы они там себя не позиционировали, но, честно говоря, это медвежий угол Европы. Все друг друга знают. И то, что там в этих маленьких странах пошли эти процессы, когда все друг друга знают, там не скроешься. Куда в той Финляндии бежать бы? В Россию это уже либо паромы, либо через Швецию, там такую загогулину такое описывают. То есть сбежать оттуда некуда, но все равно все это происходит. То есть это говорит о чем? Тенденция социальной напряги пошла уже даже в этих вот занюханных законам странах. И это очень грустно. Это реальная тенденция. Занюханные законы мне понравилось твое выражение. Да. Ну, как бы так. Ну, а что? Так оно и есть. Понимаешь? И вот эта вот тенденция, и она пошла очень быстро. Вот буквально еще года 3-4 назад в Финляндии еще не было таких процессов. То есть все процессы идут в сумасшедшей огромной скорости. Я это к чему? Потому что экономический крак для Европы однозначно закончится серьезными социальными потрясениями. И мы это видим по этим маленьким странам, которые вообще раньше сидели как мышь под веником. Вот это уже все видно неочевидно. Прям совсем ярко. Так. В принципе, в мире больше ничего такого не произошло. Меня здесь что заинтересовало в речи господина Путина, уважаемого президента, это то, что он сказал две вещи. Первое. Он сказал про... Наконец-таки сейчас озвучена очень важная штука, которую мы с тобой тоже обсудили. Когда ему задали кто-то вопрос, какие у нас итоги СВО, мы в принципе как бы типа ничего там не добились, он с очень большой хитринкой в глаза сказал, ну как не добились? Теперь Азовское море, внутреннее море России. И у него было очень хитрожопое улыбку. Я вам хочу сказать, что возможно это была одна из основных целей. Потому что Азовское море это будущее очень мощное кладовое. Просто офигеть какая. Это раз. И второе, то, что он еще сказал такого интересного, что мне тоже все очень понравилось. Когда ему задали вопрос, а как у нас идет СВО, как там чего, он сказал следующее. Он сказал, да нет у нас никаких там проблем. У нас все идет нормально. Мы все свои цели выполняем. То есть, грубо говоря, все идет по плану. И, конечно, можно сказать, что дядя Вова со всем уважением что-то там хитрит, что-то там недоговаривает. Но, ребята, мы знаем, что дядя Вова всегда говорит правду. Ему никогда не верят, но он всегда говорит правду. А потом все начинают. Ну, как же так? Он же сказал, а мы не поверили. А что же мы не поверили? И так 50 раз подряд. Сколько раз он уже говорил, что Мюнхенскую речь вспомнит, что замучаетесь пылью по судам глотать. Сколько раз он говорил вещи, которые потом ему вспоминали во многих-многих пабликах. То есть, все идет по плану. И мы это услышали от человека, который свои слова очень-очень произносит корректно. Он никогда ничего лишнего не говорит. Хотя там, наверное, там можно чего накидать, но я думаю, что и тогда. Там есть, например, пенсионная реформа, когда он там говорил, что пенсии там не будем, не будем. Вот. Здесь можно это вспомнить. Сейчас кто-нибудь, пожалуйста. Но я думаю, что там есть еще второй и третий логический шлейф. Потому что мне кажется, что тогда Либерда себя подставила, он им подыграл, по результатам чего очень многие лишили своих поступков. То есть, почистить некоторые коридоры власти и группы влияния можно было, когда они, в общем, подставляются очень серьезно. Тем более, что ясно, что народ их не поднял. Ну, ладно, это я не хочу сейчас об этом. Вспоминать немножко не та тема. Вот. И что там еще? И еще один момент, который он недавно тоже озвучил. О том, что мы никому не угрожали ядерным ударом. У нас ответ на встречная концепция. То есть, по нам долбанули, в нашу сторону ракеты уже полетели, и мы видим, что они полетели, чего ждать, когда они уходят. Мы, соответственно, им в ответ все заслегачили. Хотя у наших партнеров, не побоимся этого слова, вообще-то у них превентивный удар. И он сказал следующее, что, знаете, их концепция нам угрожает. Наверное, нам надо подумать в эту сторону. А что это значит? А это значит превентивный удар. А это говорит о чем? Что если как только мы почувствовали, что вдруг там кто-то где-то, когда-то чего-то может где-то как-нибудь нажать красную кнопку, то мы к нему уже отправим письма счастья по баллистической траектории. Понимаешь? А это тогда сразу уже создает совсем другую конфигурацию, совсем другие риски для наших западных партнеров. Очень другие. Тем более, что все понимают, что вдарить первым он может. И не то, что понимают, это вот прям сразу видно. Так что меня это очень сильно порадовало, потому что концепция ответно-встречного удара подразумевала, что мы все равно получим серьезное потрясение. А концепция превентивного удара создает у нас возможность в общем-то в этой ситуации выжить. И у планеты в принципе тоже. И мне это радует больше, чем предыдущая ситуация. Вот. Ну это ладно. А теперь, слушай, я хотел бы вернуться вот к тому разговору, который мы в прошлом стриме с тобой вели. Вот. Кто там нас не смотрел, в общем, суть в чем. Сейчас вот то, что Татьяна приняла, вопрос, почему мы проиграли информационную войну, почему у нас не хватило ни денег, ни возможностей, ни желаний, ни технологий для того, чтобы отстоять постсоветское пространство и быть для них привлекательным. И вот мы это на прошлом как раз обсуждали. Я хочу сказать, что вот почитал комментарии, вот вы зря вообще-то многие там на Татьяну после этого накинулись, там она не наша, там и так далее, скрылась и все, что с этим связано. Я вам хочу сказать, ребята, следующее. Первое. Татьяна в общем-то гражданинка Молдавии и естественно за свою страну она болеет. Почему? По очень простой причине. Родственники, дети, племянники и все остальное. Магия. Да, каждый из нас делал бы все то же самое. Следующая позиция. Она со своей стороны для того, чтобы изменить вот эту вот концепцию, которую Запад предложил для Молдавии, Татьяна делает все, что может. Даже меня, честно говоря, впечатлило, что ты прочитала таможенные документы. Документы по Таможенному союзу имеются. Вот честно говоря, каждый вот сейчас может честно себе задать вопрос, кто из нас по Таможенному союзу прочитал эти там 286 страниц текста. Я не помню, сколько я так наобъем сказал. Кто? А не кто? Сколько из наших украинцев прочитало то, что им предлагали ассоциации? Я тебе хочу сказать, что я давно еще говорил, у меня там есть родственник был, который находился в экономическом подразделении института, который занимался ассоциацией с Европой. Вот этот 900-страничный документ, я ему задал вопрос, говорю, а что, вы не понимаете, что там вообще для вас жопа? Он говорит, да какая разница? Я говорю, а у вас кто-нибудь читал? Да, может быть, кто-то и читал. Это те, которые давали резюме о том, что надо это подписывать или нет. Он сказал, может быть, кто-то и читал из руководства. А он находился в отделе, который должен был заниматься своей узкой специализацией по этому документу. То есть он сам не читал. У него была мечта, что если наступим в союз с Европой, у нас уголь будет по 110 долларов за тонну, это будет вообще мечта. Перед этим они продавали там 60 с копейкой. То есть для них это прям вот все. Мы типа вступаем в Евросоюз, у нас будет по 110. Все, почти в два раза выше, мы молодцы. Я к чему? К тому, что со своей стороны Татьяна, все, что от нее зависело, как от гражданки Молдавии, которая думает о судьбе своей страны, она сделала больше, чем могла. Потому что, в принципе, Таня-то медик. Была бы она экономистом, да, ну, интересно ей почитать бы. Она медик и прочитала документы по таможенному союзу. Никто из нас не. Я не читал. Честно, я не читал. Потому что, а знаешь почему? Его, его, почему ты не читал? Потому что о нем не говорили практически. Даже на российском телевизоре, больше я тебя говорила. О нем не говорили. По-моему, сказал только один раз Путин и все. И на этом никто его не освещал, не продвигал, не вообще. О нем забыли просто. Понимаешь? Ну, ты это прочитала? Ну, ты же каким-то образом узнала. Да и все остальные тоже слышали. Хоть один раз не слышали. Справедливости ради среди моего окружения я однажды. Ну, со своей стороны ты сделала все. По-человечески можно понять. Потому что, если страна выпадает из цивилизационного развития, она деградирует. Если она деградирует, деградирует социальное обеспечение. Социальное обеспечение деградирует, соответственно, образование, все, что с этим связано. Нет образования, нет никакой перспективы ни для детей, ни для внуков, ни для кого. В любую страну вы будете приезжать как чужие и будете выполнять самую черную работу. Ну, может быть, одному из тысяч повезет, а может быть, одному из ста тысяч. Хрен его знает, но это лотерея. А гарантированное развитие и гарантированной перспективы нет ни у кого. Все, это понятно. Поэтому, естественно, вот были бы такие, как Татьяна, там, не знаю, 10% в Молдавии, я думаю бы, они сейчас рвались бы в таможенный союз со страшной силой. Почитали бы и там, и там. Но, к сожалению, таких, как Татьяна, оказалось мало. Понимаешь, вот этих буйных, которые должны были перевернуть страну, маловато было. Вот, поэтому, я думаю, что претензий к Татьяне не может быть никаких. Со своей стороны она сделала все, что могла. Вот даже этот вот стрим ведет. Это за свой счет, за свое время. Нервы там на нее, соответственно, наезжают и так далее. Но она свой вот этот вот крест несет. Поэтому, я думаю, что те, кто там на Татьяне начали бочку катить, я бы на их месте тихо, аккуратно бы извинился. А вот теперь, переходя к этой теме, потому что тема-то злободневная, и она абсолютно, поднимается абсолютно огромным количеством людей, те, которые живут на всяких лимитровных территориях. Лимитров это не оскорбление, это просто, ну, небольшие страны, которые не могут влиять, соответственно, на большие геополитические события. Ну, что, лимит, то есть, недостаточно, то есть страна, в которой недостаточно своих ресурсов, и она обязательно должна жить, пристегнувшись к кому-то. Да, она должна входить в какую-то большую агломерацию. Вот, поэтому все так или иначе лимитровные страны сейчас и их граждане начинают задавать эти вопросы. Поэтому эти вопросы, которые сейчас озвучивает Татьяна, они общие для всех. И логика событий, она тоже абсолютно понятна. Вот сейчас, когда начали, возьмем, тут уже Молдавию обсуждать, когда стало понятно, что у Молдавии нет ресурсов для того, чтобы продавить свою какую-то ситуацию или свои экономические интересы, раз, второе, у нее все-таки не хватает ресурсов и от населения, ну, достаточно образованного, которое готово было бы хотя бы даже эти 10% с боями отстоять интересы страны, то дальше получается, что внутри этой страны нет никаких сил, которые могли бы повлиять на эту ситуацию. И, естественно, надо искать какие-то внешние силы, которые могли бы из этой ситуации страну вытащить. И отсюда возникает вот эта вот парадигма о том, что вот нас недоуговорили, нам не дорекламировали, нам это не сказали. Если бы нам все бы рассказали, как оно будет в дальнейшем, мы бы, наверное, приняли бы правильное решение. То есть, это логичная позиция. Единственное, что она, то, что она логичная, вот мое ощущение, лично, она неправильная. Почему? Потому что вот сейчас выживание Молдавии, всех этих небольших стран, оно не является обязанностью вот той же России или той же Европы. Оно не является обязанностью. Если вы хотите жить хорошо, вы должны из кожи вон лезть и пытаться куда-нибудь прицепиться. Почему? Потому что вот тогда у тебя был такой тезис, ну как же, мы рынок. Мы там, ну русскоговорящие, ну частично, у нас какая-то общая ментальность. Мы впоследствии рынок, мы впоследствии можем увеличить количество жителей вот в этом союзе, тем самым он будет более независимый и так далее, и так далее. Плюс выход на Балканы. Плюс выход на Балканы. Ну понимаешь, все вот эти тезисы, они очень слабые. Я вот, мое личное мнение, я объясню почему. Первое, то, что мы когда-то жили в одной стране, это интересно мне. Это интересно, может быть, моему поколению. Вот моим детям это уже ничего. Детям моих детей, Молдавия вообще какая-то там страна где-то далеко. От нее никак ничего, ни холодно, ни жарко. Вот сейчас мы пожили самостоятельно, да, ну как самостоятельно, нам было тяжело, всяко рад. Мы все равно всех поддерживаем. Что белорусов, что украинцев, что молдаван тоже продавали там. Энергоносители, мы сейчас понимаем, это базовый товар. Нет энергоносителей, нет ничего. То есть энергоносителями мы поддерживали всех. То есть базовый товар, на основании которого мы можем что-то выстраивать, мы помогали абсолютно всем. Нас нельзя обвинить, что мы сразу раз стали независимыми, всем обрубили. Ребят, давайте, вот вы самостоятельный стран, давайте, по самостоятельным ценам будете покупать. Вы же взрослые, вы же щеки надували, вот давайте надувайте чуть дальше. Этого не было. Хотя все это практически получается, высасывалось из внутренних бюджетов. Ну, с точки зрения банальной логики. Итак, получается, что все вот эти вот страны, которые стали самостоятельными, у них есть еще, осталось, как бы тебе сказать, неправильная матрица, точнее, советская матрица. Что имеется в виду? Потому что они помнят, что когда они вошли в Советский Союз, Советский Союз относился к ним как к равным своим территориям. И он их развивал. Очень многие окраинные страны, которые никогда бы не имели никакой промышленности, кроме сырьевой, там какой-нибудь карьер и аулы вокруг него, получили серьезную технологическую накачку. Технологическую и еще плюс образовательную. Там же, знаешь... Да, и образование, и вся социальная... Научная база. И причем часто иногда лучше, чем те основные регионы центральные, которые по Кали, как папа Карла. Понимаешь? И вот у этих вот, вот мое ощущение, что вот этих вот лимитрофов, ну, их страны больших, осталось ощущение, осталось представление о том, что эта матрица, она всеобщая. Что если мы входили в Советский Союз, он нам, соответственно, все развивал, то теперь мы пойдем в Евросоюз, и он нас будет развивать точно так же, как и его центральная область. Вот это первая ошибка. Нюанс. Запад, это колониализм. Все виды колониализма, начиная от самого прямого работорговли и кончая экономическими, социальными, социально-политическими, все, он не заинтересован развивать. Он заинтересован грабить. Ну, это их концепция такая. То, что он об этом очень красиво упаковывает, это да, но по факту он всегда грабит. Вот даже вот сейчас, что он вытаскивает из Молдавии? Он же не построил ничего за эти 30 лет. Он не построил за последние 5 лет ничего. Что мешало? Вы печатали вообще деньги бесконтрольно. Ну, построите хоть чего-нибудь, подтащите их до какого-то своего уровня. Ничего не сделали. Ну, может быть, они подняли Румынию. Ну, в Молдавию не входило, ладно, в принципе. Ну, Румыния, космос там, я не знаю, там, чипы выпускают. У Румынии как было нет, так нефти осталось. Болгария, может быть. Болгария решила из всего сельхоза и все, что там, консервы. Мы же помним, это глобус, это, наверное, венгерский был, а у Болгарии там что-то другое было. Но мы же все, весь Советский Союз пользовались и болгарскими там консервациями. Болгария тоже нищая. Чего не подняли-то? А потому что концепция другая. Вот что они сейчас из Молдавии? Они из Молдавии вытаскивают рабочую силу, используют ее максимально дешево, и эта рабочая сила деньги посылает куда? А деньги она посылает в Молдавию. А Молдавия что-то производит? Ну, и кроме трубок и овощей нет. Исключительно на экономий на рынок Европы работает. Причем, знаешь, так было неприятно, ну как, даже неприятно, вообще показательно. То есть мы здесь, вот, допустим, я, да? Я работаю здесь, зарабатываю здесь деньги, отправляю в Молдавию, а там вот этот продукт, который я могу здесь купить, стоит дороже. Понимаешь? То есть они там, они здесь берут с меня налоги, они там дают добавочная стоимость, понимаешь? Они грабят нас так, что это просто, ну, ну, трусы последние снимали, понимаешь? Вот так они грабят. И деньги все равно возвращаются в Европу. То, что вы заработали. Конечно, потому что товары это здесь производят. Понимаешь, наши партнеры по развитию мы их называем. Да, по их развитию. Ну да, 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 кстати. Надо уточнять по их развитию. То есть, вот их схема. А вот та же самая Украина, да, ну, посмотреть. Ну, ребята, ну ладно, предположим, начались эти все события 2014 года. У вас есть 8 лет. За 8 лет, ну, хотя бы миллиардов 50 вложить. Вот сейчас есть подсчеты, что украинская эпопея для Европы, консолиированной Америки, для Запада, обошлась где-то от 250 до 300 миллиардов уже. В общей сложности сумасшедшие деньги. Всего-то вложили бы 50 миллиардов. Страна не очень, то есть, страна по площади большая, но населения-то немного. Вложили бы 50 миллиардов. Начали бы строить витрину. Построили бы заводы, там еще что-то. Начали бы покупать их продукцию. Не нужна ли витрина. Витрина была Польша, извините. Ну да, замануха была Польша, одна. Зачем им две заманухи, когда одна нормально работает? Но могли они за эти 8 лет вложить там, ну, сколько получается, по 6 миллиардов в год? Могли? Могли. Это сумасшедшие деньги, когда у тебя печатный станок работает, не просыхая? Нет. А что они сделали? А цели такой не было. Цель другая. Цель бросить этих на мясо. Ничто не мешало. И могли же сделать витрину. Эти 5 миллиардов могли бы по Харькову просто вложить. Если бы они жили более-менее богато, вот украинцы, если бы их развивали, то они на мясо бы не пошли. И ведь посмотри, когда они пошли на Майдан, вот я к чему это и говорю, что все-таки впереди всегда идет идеология и пропаганда. Они на Майдан шли довольно богатыми людьми. Они с Майдана пришли уже не считай. А Мутили никогда. Я вот, понимаешь, то, что верхи не могут, Низы не хочет, народ надо довести до ручки, только тогда случается революция. Оказывается, нет. Понимаешь? Оказывается, довольно богатые, жирные люди тоже могут делать революцию. Просто это надо грамотно преподнести. И информационка. Почему я и говорю, что идеология, то есть информационка, стоит всегда впереди всего. Это да. Это да. Но с другой стороны, ты знаешь, а у России вообще-то была проигрышная ситуация по-любому. Вот вспомним. То есть у нас не было хороших решений вообще. Вот вспомним. Почему уходили из России вот эти все лимитрофы и все рвались на Запад? Почему? Да очень просто. Потому что если бы Россия грабила, ну то есть как бы общий тренд, Россия грабила, мы такие умные, мы на Западе будем богаче. Мы на Западе будем богаче. То есть мы уже не могли это перебить никаким. Потому что у всех была даже тоже несчастная грузия. Что если бы не Россия, мы бы сейчас были Швейцарией. Ну в горах же и те в горах, и эти в горах. Грамотная информационная политика. Понимаешь, подвели всех к тому, что все начали строить Швейцарии у себя. Да, да. Все две штуки. Ну вот. То есть Россия виновата в том, что они не Европа. Перебить это было невозможно. Следующее. А вот сейчас, потом, когда они стали самостоятельными, и когда выяснилось, что Европы там не будет, и никто их вытаскивать за яйца из навоза не будет, следующее стал нарратив, что мы сейчас независимы, но живем плохо, потому что Россия нам мешает. Она мешает нам уйти в Европу. Следующее. Следующая вилка. И мы опять виноваты. И мы не можем перебить это информационно. И третья вилка. Вот сейчас, до которой мы дошли. Это мое мнение. Оно спорное, понятно. И вот следующий уже уровень вины России то, что, ребята, а что же вы нас не отговорили? Вы же знали, что Европа это подонки. Вы же знали, что самостоятельно мы будем нищие. Но вы же нас не отговорили. Где ваша информационная мощь? Почему вы не сделали нам хорошо? Давай. Спорю. Спорю. Давай. Что могли сделать? Сейчас вот я немножко расскажу. Значит, самое первое важное было, значит, смотри, для сравнения, да, то есть мы почему идем в Европе? Потому что в России плохо. А откуда мы знаем, что в России плохо? Да вот же блогер. Один, второй, третий вот показывают, вот они все говорят, что там срутку нет в дырку, асфальта нет, всего нет, понимаешь? Топовое. Именно вот для молодежи, потому что люди в возрасте, вот моего возраста, да, они, конечно, в это все не верили и до сих пор как бы, ну, лояльны к России. Их не надо было переубеждать. Переубеждать надо было вот эту вот сопрячую молодежь, да, которая вот подрастает, которая смотрит. Они смотрят Навального. Навальный рассказывал, что плохо везде, все плохо. Это как она, юриди, ну, юриди, юриди, скажи мне, юриди, юстиции. Нет, того нет, ничего нет, понимаешь? Закон не работает, все бандиты ничего не работает. Набутылить могут, забутылить, порвать, поэты, понимаешь? И все-таки смотрят, нифига себе, зачем нам Россия, если там вот такой бедлам, понимаешь? Вот, вот это самое главное. То есть первое, что могла сделать Россия, это убрать эту, эту либерню. Потому что там так, эхо, дождь, дожди, Навальный, кучаща, понимаешь? И все это продвигалось и закидывалось именно на молодняк, понимаешь? Вот, купировать либеральную повестку изнутри России, заменить ее патриотической, и тогда была бы другая история. И это бы не очень дорого стоило. Ну, ты не права здесь. Я не могу с тобой согласиться. Объясню почему. Вообще, все, что связано с информацией, все, что связано с пропагандой, это сумасшедшие деньги. Почему? Потому что под это у тебя сидят блогеры, у тебя под это сидят социальные сети, под этими социальными сетями у тебя сидят аналитические службы, специальные психологические институты, которые проводят исследования, у тебя социологические службы, которые свои. Ты должен подготовить кучу народа. Ты не можешь один брать, а все остальные будут говорить правду, тогда ему не получится. Ты должен подготовить эти десятки, сотни тысяч человек, ты должен с ним провести семинары, ты должен отобрать из ста человек одного подонка. Это серьезная, знаешь, работа. Потом этого подонка привезти, потом сделать ему тренинг, потом этот подонок должен найти таких же еще 10 подонков. Потом вы должны всех посадить на деньги, потом на какой-то компромат. Сумасшедшая работа. Вот то, что ты говоришь, вот эта верхушка вот этих вот сайтов и блогеров, это верхушка айсберга. Айсберга, дай бог, 1-2%. Под ним стоит серьезная методология, серьезные исследования, серьезное количество людей, тот же Шарп, да, который писал, и они все это шлифовали, и шлифовали это не последние там 20 лет. Все, даже та же история, точнее, та же революция октябрьская, это тоже в принципе притеча технологий Шарпа цветных революций. У них же все получилось. А перед этим сколько было переворота, сколько было всяких восстаний, которые по фейковому поводу возникали в разных странах. И это идет сотнями лет. Сейчас она просто отшлифована уже до идеала. Но она тоже не совсем работает. Вот почему мы с тобой тогда в прошлый стрим обсуждали, но уже за кадром. Это можно поломать. Это по их методике. Это надо создавать всю эту пирамиду в 10 тазах. Это сумасшедшие деньги, это сумасшедшее время, времени нет. Денег нет, времени нет, то есть это невозможно. Но их можно поломать с точки зрения практики. Мы же знаем, критерий истинности практика. Кто-то написал, за одного битых, двух не битых, здесь в комментариях дают. Шикарно, да, но ничего другого не придумаешь. А мы с тобой обсуждали что? А мы обсудили Чечню. Вот смотри, 90-е года. В Чечне творилась жуть. Грабили поезда, насиловали, убивали, грабили русских, выдавливали. Там жуть что-то парит. Гражданская война. Да. Ну как гражданская. Вообще она была этническая, национально-этническая. Выдавливали русских. И они и чеченцы в этом объединились. Потом, 95-й год, началась первая чеченская. Первая чеченская. Но я, честно говоря, считаю, ну я уже говорил тогда давно, это, конечно, такая фантастика, но мое ощущение, что чеченцам сделали вот эту прививку через серьезную, серьезную трагедию всего чеченского народа. По-другому бы они не поняли. Но не буду сейчас туда уходить. Итак, первая чеченская война. Можно считать, они победили. Россия находится в растрепанных чувствах. Какой-то горной стране, маленький народ, и мы там все проиграем. Хотя за ними стоял весь консолидированный запах, весь такой агрессивный, мусульманский, знаешь, радикальный социум, который очень серьезно поддерживается деньгами. И много-много чего. И вся вот эта либерда, которая находилась по стране, она тоже, в принципе, подвывала в сторону вот этой вот поражения. Исходя из того, что чем хуже Россия, тем быстрее, значит, случится ее развал, и мы там будем пановать, и будем каждый президентом в своем каком-то маленьком городке. Но я немножко о другом. Итак, победили. Создали независимую Ичкерию. И что? О, пять лет Ичкерии, и дальше началась Вторая Чеченская война. И в этой Чеченской войне две трети населения, а то и больше, уже сражались с теми чеченцами, которые привели к первой. Почему? А потому что они посидели в реальности. Сказки сказками, а реальность такая. В свободной Ичкерии нет пенсии, нет никакой социалки, нет никакого государства, нет никаких правил. У кого автомат быстрее стреляет, того все и принадлежит. И выяснилось, что когда уже русских нет, начали отстреливать друг друга. Несмотря на кровные там законы, на законы предков, там и много-много чего. И тут все выяснили, что ребята, свобода вот такая, она хуже смерти. Почему началась и тейп этих Кадыровов, и как они называются, не помню. Огромная куча чеченцев начали сражаться на стороне русских. Потому что им пяти лет хватило, чтобы понять, что это не жизнь. Это практически было бы уничтожение этого чеченского этноса. Были же черкасы, где они? Фу, нету никого на Кавказе. И много там еще всяких разных народностей было, которые пропали, и больше на них никто не вспоминает. И до них это дошло. Почему они сейчас понимают, что государство России это их перспектива для выживания и для развития. И они сейчас воюют, ну, народ пишет, что они там такие патриоты, что дай бог каждому. Всего лишь пять лет независимости. Я это к чему? К тому, что если вдруг, ну, не то, что если вдруг, а вот одним из методов нормализации, или точнее контрпропаганды того, что врал Запад, это есть Плинтус. Вот сейчас, когда все упадут в эти километровские страны, которые сейчас все упадут в Плинтус и поедят вот того, что им приготовил Запад, их не надо будет дальше переформатировать через вот эту огромную, огромную айсберг западного СМИ и все, что с этим связано. Нет другого способа. Потому что это переформатирование будет вообще железобетонным. Ну, правда, ненадолго. Потом опять окажется, что опять в Европу и пошло-поехало. В чем есть определенные заблуждения? Народ пишет, что вот если мы оставим Европу или оставим Молдавию или бросим Казахстан, Белоруссию впоследствии, то они станут прозападные и они станут в качестве Украины. Потому что, если вспомнить, все батькины Лукашенко нарративы, это всегда определенный шантаж. Вот если вы мне не дадите, я пойду дружиться с западниками. А если я буду дружиться с западниками, то ракеты будут у вас прямо под Смоленском. Ну, если коротко совсем, нарратив. То есть, всегда это был определенный шантаж. Нюанс в том, что нет уже этой Европы. Некому брать эти территории. И никто не придет с запада и ничего хорошего не сделает. Они находятся в таком ужасном финансовом состоянии. и они классические эгоисты. Они, ребята, очень рациональные. Это все потомки тех колонизаторов, которые сильно себя моральными принципами не насиловали. То, что они творили в Африке, в Латинской Америке, в Азии, это все Европа. Они все там отметились. Они все там были живодерами и подонками. Поляки тоже хотели, чтобы им дали какие-то колонии, но им никто не дал. Они, в принципе, оторвались на белорусов и запах и украинцев. Вот. То есть, сейчас, когда им будет плохо, они проявят все свои человеческие качества. Они сейчас их уже проявляют. А тут дальше возникает вопрос. Кто будет брать эти территории, с которых навара никакого? И что такое лимитровка? Это, в принципе, достаточно бедная страна. А вот, взять с них, кроме рабочей силы, нечего. Но когда у вас начнется безработица, когда у вас начнутся финансовые трудности, когда и так работы не будет, и ресурсов нет, и кормить кучу народа, то первый, кто получит клинок под зад, гастробайтер. Ну, потому что они свою цель выполнили. Да, потому что за все это время у нас не сформировалась здесь диаспора. Понимаешь? Здесь есть гастробайтеры, но как таковой диаспоры здесь нет, которая бы, ну, вступилась, да? Ну, за этнос. Здесь нет. Вот там же, допустим, вот есть сильная диаспора армян в Америке, да? Ну, как бы, они заступаются за всех своих, то есть у них все, там, знаешь, последние, кого уволят, это будет армян, потому что они прекрасно понимают, что тут же налетит диаспора очень, ну, такая, скажем так, влиятельная, понимаешь? И, ну, вот то же самое и то же самое про Молдаван здесь в Европе. Нет у нас здесь нифига никакой диаспоры, поэтому, в принципе, да, мы можем вылететь первым, кого будет увольнять, именно Молдаван, потому что украинцев не будут трогать, поскольку сейчас они сильно обижены, понимаешь? Вот. Румын запросто тоже, кстати, могут, хотя румын, ну, понимаешь, румын, они вроде как в Евросоюзе, может, не тронут, потому что румыны здесь тоже пашут, точно так же гастарбатничают. Вот, румын могут, может, не тронут, потому что они же в ходе Евросоюза, да, ну, они же принадлежат этому. Короче, румыны на втором плане. Первые мы на очередь, на вы, молодаване, потому что нас никому не жалко. Ну, да, у вас нет этого бэкграунда, да, какого-то шлейфа, за который можно зацепиться, сказать, ребят, ну давайте, что мы их будем? Хотя, ты знаешь, это все спорно. Мое ощущение, что все-таки первые получат украинцы. Они сейчас уже получают, если честно. То есть, смотри, их уже заставляют платить, их уже переселяют, вытаскивают, полицию. Нет, никто их обязывает, ну как, не то чтобы обязывает, вот как раньше было, вот тех вот, в каждом какое-то предприятие должны принять какого-то там беженца, да, ну, есть лимит. Вот то же самое сейчас лимит выдали на украинцы. То есть, они обязаны принимать их на работу. Чтобы скинуть с бюджета, они заставляют бизнесменов, ну, всех вот, они переписали новые формулярчики, что вы должны принимать на работу украинцы. Слушай, ну это ты никому не говори, это я по скрипту узнала. Я тебе хочу сказать, что это может измениться практически в один день. Вот как сейчас, Меркель сказала, и всем сразу стало ясно, что, извините, вообще-то бьют украинцев за дело. И вся наша политика это подонки. Так вот, как только начнут в течение недели, а в принципе уже это все идет, уже там в американской прессе уже иногда такие статьи, что там можно подписаться под каждым словом про Украину. О том, что это не сделали, это не сделали, задавили всю оппозицию, там серьезный, там, по-моему, в Ньюсвик была целая статья, что народ сидел здесь в шоке, что с ними случилось, что они там съели. Там под каждым словом можно подписаться. То есть, как только ситуация в Европе станет настолько безнадежной, что надо мириться с Россией по-любому, единственное, и мы уже столько раз обсуждали это, единственный шанс обвинить во всем украинство. Вот как только их обвинят, что они обманули бедных, несчастных, доверчивых европейцев, которые всегда за все хорошее против всего плохого, но готовы резать направо и налево. Как только им надо будет в этом убедить нас и себя, для этого им надо будет обвинить украинцев. Вот как только они Украину в этом обвинят, вот в этот же день закончатся все плюшки. И их погонят со страшной силой, потому что очень удобно считать, что я не подонок, я обманусь. Я не подонок, я не гаденыш. Меня просто обманули, поэтому я вынужден был совершать эти действия. Это очень удобно для внутреннего самоуспокоения. И это однозначно будет. Оно уже идет. Я, честно говоря, думал, что это будет где-то вот ноябрь-декабрь уже будет. Но я смотрю, все статьи уже появляются. Они появляются на серьезных изданиях. Во Франции там их уже немерено. В Америке идут. Поляки начинают понемножку писать. Ну, в маленьких таких, каких-то оппортунистических этих листочках. Немцы это уже пишут. Понимаешь? Уже этот процесс пошел. И вот сейчас, когда Меркель выступила, она всем уже немножечко мозги подкрутила, что оказывается СВОД это нормально, законное, естественное событие. Потому что, если вспомнить Минские соглашения, ведь почему были Минские соглашения? Прекратить военные действия, которые, в принципе, были геноцидом против собственного народа. И найти какие-то пути для того, чтобы эти люди, которые не хотят жить при хунте, которые захватила власть незаконным путем, чтобы найти какие-то точки соприкосновения, чтобы они жили вместе, друг друга не убивали. Ну, если так, коротко. В результате это было Минск. А оказывается, Минск-то был для того, чтобы Украина усилилась, потому что ее начали бить. Она там попадала в один котел, во второй и так далее. Ее начали бить. Чтобы она усилилась и впоследствии пошла вторым заходом. И для всех становится понятно, раз второй заход, значит мордобой. А если мордобой, то кто-то может ударить первым. То есть это нормально защита. Активная защита, активная оборона это ударить первым в момент развертывания войск и сеть. Я это... К чему? Потому что у России вариантов ну, за эти буквально сколько-то надо было бы начинать эту работу. Ну, 10 лет назад мы только-только победили Грузию. И то сделали так, что якобы случайно в полупьяном виде просто так получилось, что грузины трус. То есть мы маскировались свои усилия, все маскировали, потому что нас задавить можно было и тогда. И в 14-м году можно было задавить. А еще много чего не было. Понимаешь? То есть создавать на тот момент агрессивную вот эту мощную информационную пирамиду не было ни возможности, ни сил. И плюс мы еще шифровались, чтобы нас не долбанули раньше времени, пока мы силы накопили. Поэтому мое искреннее убеждение, что мы пошли по другому пути, мы решили дать возможность каждому сбычи тех мечт, которые сами себе напридумывали. Ну, понятно, что им помогали наши подонки, эти европейцы, но эта сбыча мечт должна вылечить всех. То есть из одного битого двух небитых дают, это классика жанра не нами придумали. А вот потом, ты знаешь, все-таки в определенном месте, в определенном времени как бы в смысле мы столкнулись с тем, что основная масса всех постсоветских государств в принципе включила роль Иванушки-дурачка. То есть они верили во все сказки, которые были, потому что они хотели. Они, ну, грубо, как Иванушка-дурачок, да, там, все эти, разговаривали со щуками, целовали лягушек, ездили, летали на коньках-горбунках, ездили на печках, они верили во все, что им говорили. Их вернуть в сознание было невозможно. Но если в сказках это как бы заканчивается все красиво, то в реальности, как говорится, да, сказка, как там, сказка ложь, давний намек, да, добрым молодцам подзатыльник. Так вот, сейчас сказка закончилась, вот этот подзатыльник сейчас все должны получить, и после этого они перестанут целовать лягушек, разговаривать со щуками, ездить на печь, как там, по зимним дорогам, и каждая, это, скатерть у них не самобранка, до них дойдет, что это сказки. Это только намек. Понимаешь, пройти вот этот вот этап без вот этих вот ошибок и без подзатыльника невозможно. Иначе так и будут верить сказкам. Ну вот, ну что еще? А, слушай, знаешь еще что? Вот у меня такое ощущение, что все-таки вот в определенном смысле у окраинных стран они находятся в одной определенной ну такой ментальной парадигме, которая очень хорошо описывается вот состоянием Великой Отечественной войны. Вот смотри, почему мы не поддались на эту пропаганду? Основная же основная цель на пропаганду развал России это было именно русское население и все эти области, которые с ним связаны. Потому что если развалить центр, то чего разваливать окраины, они так отвалятся. То есть мы были основной целью. Но мы же не развалились. А почему? А потому что, ты знаешь, вот когда центральная часть России прошла через Великую Отечественную войну, она прошла с каким лодомом? Или с какой парадигмой? А парадигма была такая. Мы выстоим, а потом придем и освободим. Не кто-то нас придет и освободит. Не как-то это освободится каким-то чудесным. Придем и освободим. Тяжелейшая работа в тылу. Знаешь, когда дети по 12 лет стояли за станками по 12-часовой рабочей смене. Я помню, читал воспоминания какого-то летчика. Значит, они получали самолеты на фронте. Самолеты были какие-то там все срывали. Там техники перебирали, что-то подкручивали, там не докручивали, там не доделали, еще что-то. И их пригласили на завод, которые выпускают самолеты. Они туда поехали с целым набором вот этих вот ошибок и хотели там дать распределиться. Ну, извините, грубо. И они приезжают на завод, их проводят по цехам, и они видят, что стоят там какие-то девчонки-мальчишки по там 12-13-14 лет на ящиках и у этих станков знаешь, зачуханные, там голодные, такие, ну, и они точат все это дело, и они засунули эти бумажки себе, и все. Конфеты раздали, шоколад раздали, что на фронте и ничего не сказали. Почему? А потому что тяжелейшее напряжение в тылу позволило фронту в том числе и лыжить. Почему? Потому что парадигма была придем и освободим. А вот все страны, все области, которые находились и Украина в том числе под оккупацией, у них парадигма была какая? Придут и освободят. Понимаешь, кто-то придет и подарит тебе то есть этот в голубом вертолете прилетит. Вот. И понимаешь, вот эта парадигма она где-то зашита уже на подкорке, что никто тебе ничего не придет, никто тебе ничего не принесет, все, что тебе рассказывают про щук, про лягушек, которые царевны и все остальное, это все сказка. Вот что сам сделал, то и получил. Понимаешь, и вот поэтому мы не верили в сказки, а эти ребята верили, потому что у них вся жизнь. Пришли, освободили. Понятно, там тоже было тяжело, там много всего, но суть по факту. Пришли и их освободили. То есть прилетел волшебник в голубом вертолете с красной звездой, всех похеракал плохих и начал отстраивать страну. Вот может быть по этой причине так и получилось. Это раз, а второе, вот смотри, ну еще следующее, да, размышление. А вот ведь в принципе в Европу все страны лимитрофы рвутся, прямо, знаешь, потеют до нервного зуда. Все хотят, готовы на любую подписку, какую-то ассоциацию, не читали, но подписали. Ребята, ну если бы так же рвали, ну то есть, если бы они так же рвались бы в Россию, не читая, вот ты прочитала этот таможенный союз, не читая, но подписывая, я думаю, что может быть у них успех-то и был. То есть, а в Европу рвутся хоть тушкой, хоть сексуальной игрушкой, но мы туда должны влезть. Ребята, а что мешало точно так же лезть в России? Почему мы? Ну, понимаешь, это элитки, которые лезли как бы за своим капиталом, понимаешь, вывезенные капиталы там сложены. Вот я думаю, что это началось еще в поздний Советский Союз, да, скорее всего, так было, потому что были каналы перевода денег, они там все складировали, было. И наши-то, конечно, ну, лезли за своим баблом, понимаешь, и, ну, как следствие. Это понятно, но нюанс-то в том, что это ваша жизнь, это ваши дети, это ваша страна, это ваши перспективы. Вы должны, вы выскакиваете из кожи. Не их страна. Вот, не их, но ваша, всех остальных. Они же должны какой-то прогрессить. ты даже себе не представляешь, сколько у нас было демонстраций, сколько люди выходили. И там вот ты после первого, после второго, люди все время пытались отстоять. Ходили хороводы, водили вороводы, понимаешь, даже вот сейчас, в этой ситуации, когда, ну, как бы реально могут посадить, да, люди выходят, все равно выходят. Ну, блин, существуют просто такие политические технологии, которые купируют любой, значит, вот смотри, что сделано сейчас. Помнишь, я тебе рассказывала, как-то мы с тобой обсуждали Мураева и партию «Наши», да? Ну, да, да, да. Вот у нас была такая партия «Наши», которая вот точно так же возглавила протест, потом этого, значит, главу, скажем так, ее обезглавили, эту партию, да, и люди просто в растерянности, потому что они пошли за ним, ну, выкинули вот, понимаешь, вот такое, то же самое сейчас делают с этим «Шором», понимаешь? Именно когда выставили этого «Шора», я была просто в шоке. Это человек, который уже себя дискредитировал так, что, ну, ну, просто капец, понимаешь, у нас в стране. И он возглавляет протесты. Ну, единственное, что может быть, кто-то уже хоть за «Шором», хоть за «Машором» идут, понимаешь? Люди все равно идут даже за этим «Ублюдком» «Шором», понимаешь, идут? Потому что, ну, не хотят, знают, понимают, чувствуют, людей много выходит, но мы сделать ни черта не можем, понимаешь? Просто не можем. Ну, что я вам могу сказать? Это ваша жизнь, это ваша страна. Вы должны выскакивать, вы должны выскакивать из кожи, и вот, видишь, таких, как ты, оказалось очень мало. Это, видимо, объективный процесс. как я, как раз очень много, просто нету буйных, которые бы возглавили, понимаешь? Я так не буйна. Ну, значит, нету буйных, понимаешь? Не мы должны за вас биться. Это ваша жизнь, это ваша перспектива, это жизнь ваших внуков. Вы должны биться за себя. А вот, и вот в данной ситуации, ну, не знаю, у нас нет, у России, без вариантов. Мы будем виноваты всегда. То, что взяли Советский Союз, лишили европейского будущего. То, что предоставили независимость, отстроили страну, но лишили каких-то перспектив, если мы бедные, нам никто не помогает. То, что теперь ушли в Европу, нам опять хреново виноваты, что вы не отговорили. У нас нет вариантов. Мы виноваты будем всегда. В этой ситуации надо выбирать самый дешевый. То есть, тот, который экономит деньги и ближе всего к результату. Самый дешевый, это когда ничего не делают. Я все-таки буду настаивать, что самый дешевый вариант это медийка. Потому что то, что делала Россия до этого, извини меня, но она реально кормила и болдавские, и украинские элиты, понимаешь? Бабла, сколько бабла была влита из России путем дешевых этих ресурсов, предоставления рынков, да, без таможенной, да, вот это все-все-все-все-все. Это же посчитать, это же можно охренеть. То есть, это как упущенную прибыль, ее тоже можно считать как прибыль, да? А вот если бы это бабло вложили в информационочку, другой бы вопрос был. Слушай, не получилось бы так. Объясню почему. Потому что на тот момент все лимитрофы, которые выходили, они все находились в ажиотаже, иллюзиях, что там им будет хорошо. То есть, что бы мы им не говорили, мы бы их не перебили. Это раз. Во-вторых, все они находились в парадигме угодить будущим хозяевам. Угодить будущим хозяевам в данной ситуации только русофобия. Никаких других вариантов нет. Если у тебя нет ресурсов, ничего, ну, в Украине там были ресурсы, но все равно русофобия была, потому что русофобия это была основа их самостоятельности в принятии решения. И если они хотели убежать туда, то самостоятельность принятия решения позволяла им это сделать максимально быстро. Итак, мы им в этой ситуации тормознуть их не могли. Но та русофобия, которая позволяла им влезть в то общество, она должна была зиждиться на каких-то действиях. И эти действия все так или иначе заканчивали шантажом. Что у Батьки, что у Украины, что у Прибалтах, которые там все равно какие-то транзитные маршруты, что у Казахов, у всех остальных. Везде была русофобия на основе шантажа. Поэтому для того, чтобы вот этот вот шантаж купировать, а мы и так стояли еле-еле, у нас цена была. Либо мы высадустаиваем, да, делимся со всем, создаем максимально как бы благоприятные условия для наших соседей, чтобы они нам не гадили, потому что у нас сил нет. Либо мы выстаиваем, либо мы начинаем с ними воевать, и тогда мы исполняем основную мечту Запада. На нас вся вот эта вот скоро голодная начинает набрасываться. Начинает нам обрезать транзит, обрезают транзит, это отрывают от валютных доходов, а валютные доходы, это когда мы еще много чего не производим и находимся в полулежачем состоянии, это значит производство, это рынки, это социалка, и пошло-поехало. Понимаешь, для того, чтобы стать тем, чем мы стали, мы должны были сохранить все возможные связи с внешним миром, чтобы нас не долбанули раньше времени, и при этом мы не должны показывать, что мы будем в дальнейшем сильными. Почему всю люберду сохраняли? Потому что у всех было понимание на западе, что вот либерда есть, она раскачает все изнутри, как в 17-м году, она раскачает все изнутри, как в 91-м, зачем долбать? Если бы мы начали их закрывать, мы бы напугали вот эту западную собаку Баскервилли раньше бы значительно, когда у нас еще не было сил. Поэтому здесь, знаешь, прошли по лезвию бритвы, играя динамитными шашками. Ну есть, да, есть такое мнение, нет, я понимаю, что это тоже, как бы, я и это понимаю, понимаешь, я тоже это понимаю, что может быть и не надо было, и нафиг уже не нужно. Но я просто, как бы, знаешь, почему именно сейчас начала эту тему? Я же раньше об этом не говорила, да? То есть, как бы я это понимала, видела, но я тоже понимала где-то, что не до того было, да? Почему я сейчас начинаю эту тему? Для того, чтобы может быть кому-то будет интересно, как не допустить дальнейшую. Потому что мне кажется, что сейчас уже Россия должна как раз влиять на свои зоны влияния. И как бы как выстроить это влияние. Я с этой стороны бордюра даю совет, что ли, как лучше на меня влиять. Ну, скажем так. Не на меня, а на людей. Я с этой стороны бордюра, понимаешь, и понимаю, что до меня доходит. Понимаешь, как оно работает. Как оно разрушает, как оно встраивается, понимаешь, в мозг. Именно поэтому я сейчас начала обо всем этом говорить, потому что, понимаешь, следующий шаг России это все-таки распространить влияние, то есть расширить влияние именно на зоны своих интересов. Это бывшие республики. И на кого надо делать ставку, на кого работать, как, куда, понимаешь. Может, кому-то будет интересно. Я же не знаю. Может, меня в Кремле слушают. Да. Слушай, но, с другой стороны, сейчас уже будет легче. Понимаешь? Вот сейчас, когда вся толпа лимитрофов нацеловалась с лягушками-царевными, наговорилась со щуками и много-много чего, и в результате полная жопа огурцов, извини, разруха, вот сейчас с ними можно разговаривать. Это раз. Во-вторых, сейчас контрпропаганда контрпропаганда оттуда, то есть они же всю свою демократическую ересь, они ее снесли в унитаз. После выборов Трампа, которого там, ну, кто как хочет, так и считает. Не только нарушений, да. Вся либерастия, она вся в унитазе. Все эти ЛГБТ, они уже все, они дискретировали все, что можно. Вот сейчас все их бастионы, они уже горят. Единственное, что пока еще не подошли к плинтусу. Вот когда вот все нормально пройдут плинтус, вот как сейчас Украина, ведь практически сейчас Украина реализовала шантаж. Вот если вы нам не то, не то, не все, мы будем антироссией и ракеты НАТО будут стоять у ваших границ. Ну, пока ракеты не стоят, ну, хотя стоят. Камеры и все остальное. Они не стоят, они летают. Да, они летают, да. Вот сейчас она реализовала этот шантаж. И все же видят, что тактика шантажа приводит к Украине, которая постепенно переходит в состояние руина. Государства нет, экономики нет, толпа народа бегает уже без света, без всего. То есть, сейчас рушатся все бастионы и все иллюзии, которые были и поддерживали страны Лемитров. Это сейчас видно всем. Ну, должно быть, еще какой-то период должен пройти. Потому что плинтус и холодильник без электричества и без продуктов, он лечит любой телевизор. Просто лечит. Вот, кстати, в качестве примера, опять же, вот когда Прибалтика присоединилась к Советскому Союзу в 1939 году, и там ситуация-то была очень интересная, когда советские войска заходили в Прибалтик, их встречали реально цветами, улыбками, обнимашками, поцелуйками и всем остальным прочим. А почему? А потому что к этому времени Прибалтика уже наелась самостоятельностью. Если еще в 1917 году они грабанули там всех этих гонзейских немцев и кто там они там оздейские немцы, то есть они отняли у них земли, потом они уже в середине 20-х они грабанули опять же немцев и выгнали и забрали у них уже непосредственно их дома и их имущество, то к 30-м они подошли, выяснилось, что урожайность низкая, хутора еще могут себя выжить, города уже выжить не могут, они перешли на талонную систему, рабочие, сколько там их было там в Укинню, но все равно что-то там было в городах, плачили за жалкое существование. Все, что они производили в Европе нахер было не нужно, либо они должны были производить это в полтора раза, в два раза дешевле, чем производила Европа. Какие-то производства были, но они работали за такие копейки, что прожить на это невозможно. Я помню, что, ну, читал там мои исследования, кстати, прибалка какого-то, историческая, о том, что были талоны на крупы, были талоны на керосин, были талоны на бензин, я вот до сих пор запомнил, потому что у меня, я удивился, как это возможно, то есть для таксиста был талон на бензин, на день выделяли 5 литров. Я еще, почему я запомнил, потому что думаю, на 5 литров сколько он там наездит, потом подумал, да какие там машины были там, в принципе, наверное километров 50 литров мог и наездить. То есть, понимаешь, талоны уже к 30-м годам в середине уже были везде. И от безысходности у них уже те парламентские группы, которые были, там уже были практически авторитарные режимы. И когда зашел Советский Союз, это зашел хлеб, крупы, керосин, бензин и все. К этому моменту Советский Союз летал через полюс, там у них сратосраты, то дирижопли там в одну, то в другую сторону. И авиация развивалась, они там выиграли в Монголии с Японии. Понимаешь, это зашла мощнейшая республика, процветающая страна, причем огромная. И они встречали цветами, поцелуем и обнимашками. Потому что уже пожили в очень хреновой ситуации. Потом, конечно, им там хвост накрутили, но суть в том, что плинтус лечат очень шикарно. Вот сейчас этот процесс, он запустился. Он еще не до конца дошел. Я думаю, что вот когда будет полномасштабный кризис в Европе, и когда все получат сестры по Серге, вот тогда можно начинать переформатировать. И опыт Украины вот сейчас в качестве руины, а это как раз реализация шантажа, который Батька в свое время все время играл. Вот сейчас этот шантаж все видят. Чем заканчивается шантаж Российской империи, Российской Федерации? Вот. Да, в принципе, что я хотел сказать. А, по поводу, знаешь, аргумент, что вот нужен большой рынок, нужен рынок людей и так далее, и так далее. Ну, Европа, видишь, как рынок людей решила. У нее схема получилась очень простая и красивая. Людей забрали, зарплату заплатили, те в свою страну отправили, эта страна купила товары в Европе, деньги в Европу вернулись. Класс. Нормальный неоколониализм. Судя по всему, у нас, наверное, от нас этого не ждут. От нас ждут, как Советский Союз. Пришли, построили заводы, фабрики, и люди начинают работать, что-то производить, и тогда всем хорошо. Вот будет ли эта парадигма работать? Я думаю, что нет. Потому что у нас, в отличие от теоретических изысканий, у нас есть практические итоги. Когда мы это все сделали, в результате чемодан, вокзал, Россия. по всем республикам. И выяснилось, что все стратегические предприятия... Я тоже уверена, что Россия больше так делать не будет. Ну и в принципе в одно государство тоже уже объединять не будет. То есть это будет какое-то объединение, но уже не одно государство. Как раньше на Советский Союз все, все члены равны. Нет, это будет какое-то объединение. Но нам, малым странам, даже это будет выгодно. Даже просто понимать, что просто открытые рынки и доступ к дешевым кредитам. Ресурсам, да, и финансам. Ресурсам и кредитам. Это, конечно, нам тоже будет выгодно, потому что строимся, как говорится, на что способны, то и построим. Плюс одна энергетика, одна валютная зона, скажем так, какое-то объединение в какой-то условный союз. стран, да, по типу. То есть, это дает все-таки доступ к науке, да, доступ к каким-то технологиям. То есть, понимаешь, нам просто, вот нас не обязательно уже датировать. Не надо. Просто хотя бы вот принять нас в один общий рынок. А вот, а там уже как бы от нас все зависит. Насколько говорится, потопаем, настолько полопаем. Тут вопрос такой. Хотя здесь тоже не должно быть иллюзий, потому что если есть цель создать какой-то союз, который будет усиливать друг друга, так, в синегре так называемое, да, то есть, не грили, как она правильно, ударение не помнит. А вот, когда один плюс один равняется трем, потому что вы объединили свои усилия, и у вас появился еще дополнительный ресурс. Так вот, в этой логике событий смысл присоединять маленькие страны, у которых ничего нет, кроме рабочей силы, неинтересно. В этой логике событий надо присоединять те страны, которые могут усилить союз. Вот сейчас есть этот союз Аукус, то есть, Великобритания, Австралия, хрен знает где, Новой Зеландия, Соединенные Штаты Америки, то есть, трансконтинентальный союз. Так вот, у России аналогичный союз может быть с Африкой. Вот сейчас обрати внимание, вот то, что нас французы обвиняют, что мы взяли контроль над Центральной Африканской Республикой, там много-много всего интересного. Потом, сейчас мы, Вагнеры, там зашли, Мали, но это длительный процесс еще до этого был, в Мали, между Центральной Африканской Республикой и Мали находится еще Буркино-Фасо. Сейчас там тоже про российский, там был переворот, про российский президент, и уже подписали там контракт на золото-добычу российская компания в 4 года. Это между этими двумя странами. А вот между ними находится Нигерия. Так вот, Нигерия одна из самых богатейших стран, которую кошмарит Европа со страшной сирией. И в Нигерии 220 миллионов человек, а еще вот эта Центральная Республика, потом Мали плюс Буркино-Фасо, это еще, грубо там, еще 15. То есть, 230 миллионов человек в центре Африки, это центральное стратегическое место, со всеми ресурсами, народу немерено, ресурсов немерено, рынок в перспективе сумасшедший потому что, если их не грабят, а давать им возможность на этом зарабатывать, то они будут платежеспособны и офигеть. И плюс, это будет витрина, российская витрина в Африке, потому что сейчас единственный континент, который находится в раздрае и не объединен никаким образом, и который грабится всем этим Западом со страшной силой, и их там не любят просто критически, это Африка. Вот там перспективы. Понимаешь, я к чему это? К тому, что объединяться с постсоветскими республиками, ну или там, не то, что объединяться, а входить в союз, ну, они должны еще переболеть вот этим вот идиотизмом. Африка готова, Африка приглашает, и Африка сумасшедшая перспектива. Ну, мне кажется, еще с Ираном можно вполне себе и Ирана там, да, ну Иран там у него там свои есть при Бомбасе, ну Иран, да, и Пакистан в том числе, и путь в Индию, то есть вариант есть, куда можно вложить ресурсы сумасшедшей отдачей. Вот если присоединять, ну, мне не обижаются, но если присоединять нищие, бедные страны, у которых ничего нет, кроме рабочей силы, это потеря темпа и потеря определенных... Рабочие силы уже, слушай, да, я даже про Молдавию сейчас говорю, все рабочие силы уже высосали. Да. Надо ждать, пока новая вырастет. А потом она уже не нужна в таком количестве, понимаешь, в чем дело? А вот в качестве примера это вот сельхозхозяйство. Вот сейчас пошли уже вот эти беспилотные комбайны. Вот когда народ пишет, что деревни там сократились в 2, в 3, в 5, а какие-то деревни там просто исчезли и так далее. А потому что не нужно уже столько народу на сельском хозяйстве уже эти комбайны в автоматическом режиме делают ту работу, которую раньше делали там 20 механизаторов и так далее. То есть прогресс все равно идет в сторону автоматизации. В сторону автоматизации высококвалифицированные рабочие должны быть, а малоквалифицированные их все меньше и меньше. Ну, понятно, что уборщики, там мусорщики, там, я не знаю, там подметальщики они будут нужны, хотя на хорошей технике это более эффективно. Но суть в том, что уже столько народу неквалифицированно не нужно. А квалифицированный народ в маленьких странах не может появиться в определении, потому что образование слабое. Ну, наверное, там один на тысячу может, а все остальные не нужны. И получается, что завоз неквалифицированной сил в страну, он является непродуктивным. Вот в чем дело. В этом проблема вот этих всех малых стран. А вот я говорю, про Нигерию, да, нам не нужны оттуда рабочие. Но у нас с ними есть шикарные возможности по контролю той же нефтедобычи, газодобычи, развитию там определенных производств, там, что их там возить сюда, когда там все это будет значительно дешевле. То есть много чего там есть. И туда есть возможность направить ресурсы. Проблема-то еще в чем? Люди, которые способны что-то организовывать, что-то подписывать, генерировать идеи, вести проекты, их тоже не бесконечное количество. Вот есть у тебя там 10 хороших проектировщиков, вот они могут вести 10 проектов, но они не могут вести 15, потому что 15 они будут вести уже хреново. То есть надо выбирать самое выгодное. Так вот, даже ведение вот этих вот координаций действий с этими маленькими странами требует все равно ресурсы управленческих и каких-то дипломатических еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. А людей на это нет. Либо ты посылаешь в Центрально-Африканскую республику, где там сумасшедший выход, либо нет. Вот. Ну и последний нюанс. Здесь что-то в последнее время обсуждение идет по нефти, вот по всем вот этим. У тебя там что-то ломают. Это грабители? У меня на пушке взрывают, ну в смысле тарды, прям по дому. То есть у вас готовятся к празднику? Ну нормально. Начинаем. Бомбисты. А может быть это бомбисты тренируются? Вот такой кошмар будет до середины января. Каждый божий день, причем у меня именно, я не знаю, почему он выбирает мой балкон, я не знаю. Да, я если перееду, может там потише будет. Ладно, в общем, последний такой вопрос, что-то мы уже долго заговорились. Последний вопрос, то, что сейчас я обсуждаю по поводу нефти. Да, да. Потому что вот подалог цены и так далее, и так далее. Ребята, здесь санкции, которые вводят в Сапливый Запад, у них все как-то все идет через жопу. Вот такое ощущение, что стратегического планирования у них нет. Не, понятно, они с точки зрения парадигмы своих экономических целей и так далее, они много чего продумывают, просчитывают, но потом все равно выясняется, что есть контрход, который они не посчитали. Вот дядя Вова со всем уважением, он же в Бишкете сказал, когда ему задали вот про этот вопрос по поводу нефти, все, что с этим связано, с этим ограничением цен, он же сказал вообще страшную вещь для Запада. Он сказал, ну мы рассматриваем возможность сокращения добычи. То есть хуже этого для них быть ничего не может. Потому что если мы сокращаем добычу, цена на нефть взлетает со страшной силы. И причем сокращение добычи для нас не является трагедией. Потому что у нас профицит внешней торговли, там под 200 миллиардов. Если сейчас цена на баррель там в районе пусть даже 70 долларов, то получается миллиард баррелей, это, ну, вот сейчас, ну, в общем, как-то правильно так по-рифметичности. Ну, короче, чем меньше нефти на рынке, тем дороже она стоит. Понятно. Нет, я немножко о другом. О том, что если у нас профицит бюджета 200 миллиардов долларов, то это практически получается, что мы можем абсолютно легко сократить, ну, где-то миллиарда, до 6 миллионов, я думаю, даже до 7 миллионов баррелей в сутки добычи, мы можем это сократить. И для нас это не будет трагедией. Потому что денег, которые мы получаем, часть этих денег это просто фантики. Они не несут функции денег, то есть ты ничего на них купить не можешь. Европейские деньги и доллары, они для нас уже не совсем деньги. Что такое 7 миллионов баррелей в сутки? Вот недавно страны ОПЕК договорились, что они сократят на 2 миллиона баррелей в сутки. Это была трагедия. Американцы прибежали с ними договариваться. Если мы сократим на 6, это серьезно. Американцы уже свою губышку опустошили эти резервы практически? Нет, у них там еще есть, но у них там все очень быстро заканчивается. Ну да, они уже свои резервы, как говорится, начали выбрасывать на рынок. Я не знаю, что они будут еще выбрасывать, чтобы компенсировать. Ну да, мне тоже кажется, я тоже думала об этом. Кстати, когда он сказал, что он будет сокращать, у меня было... Это самая страшная. Это самая страшная фраза, которую он мог сказать. Просто хуже этого ничего. Они обсуждали там какой-то эмбарго, они обсуждали какие-то минимальные цены, максимальные цены, еще что-то. А минимальные цены, за которые они не будут продавать. Хуже этого только мы думаем о возможности сократить добычу. Все, это крах. Понимаешь, это крах. Все, просто жопа мне. Потому что дальше дизель, дальше... Это практически сразу, как только у тебя нефть будет там в районе, не знаю, 150-180, у тебя накрывается вся логистика, у тебя накрывается судовое топливо мазутное, у тебя накрывается дизельное топливо, и дальше начинает становиться весь этот мировой механизм распределения и разделения труда, он просто будет стопориться. Это будет лавенообразный процесс. Вот он сказал страшную вещь. Почему я вот так вот скептически отношусь, ну не то, что скептически, но с определенным как бы юмором отношусь к экстанциям. В качестве примера есть классическая история про самолет. Вот когда началась вся эта эпопея, первое, что сделали наши западные партнеры, я не побоимся этого слова, они что сделали? Они запретили летать над своей территорией в нашем авиакомпании. Наши в отместку запретили летать им. После чего они приняли решение о том, что все самолеты, которые были сданы в лизинг в Россию, они должны вернуться. То есть эти лизинговые договора закрываются и самолеты возвращаются. Логика их событий, логика их размышлять, она была изумительна. Почему? Потому что мы в год производили, по-моему, около 20-22 самолетов в год. В общей сложности нам нужно было для обеспечения нормальной транспортной доступности страны, нам нужно было где-то порядка, народ пишет, от 700 до 900 самолетов. А сами мы выпускаем 200, ой, да, 20, и у нас этих суперджетов своих там есть что-то в районе 200, из которых там 20 или 30, там все время стоят прямой. То есть, с точки зрения арифметики, мы из этой парадигмы вывести не можем. У нас шваркается вся авиационная доступность всей страны. Но был нюанс. А нюанс был какой? Когда мы сказали, что, ребята, а на нашей территории иностранные самолеты тоже летать не могут, то дальше возник коллапс. Почему лизинговые компании приезжают со своими экипажами, наши говорят, да, ребят, забирайте, вот самолет, а вы летаете. Только улетать вы никуда не можете, потому что вы являетесь иностранным самолетом, по нашей территории вы летать не можете. А они дальше задают вопрос, а как мы его уберем? Ну, это ваши проблемы. Вы же приняли решение. Вы запретили нам летать над вашим и над вашей территорией. Вы закрыли лизинговые платежи. Вы нам еще должны штраф выплатить. Потому что, если вы закрываете лизинговый договор вот таким вот форс-мажорным способом, вы попадаете на штрафные санкции. Но это ладно. Вы забираете свой самолет, и они нам мешают. И дальше возникает вопрос, а где его хранить? То есть, улететь ты не можешь никуда. А где хранить этот самолет? А ведь аэропорт, он не резиновый. Потому что вообще как бы нормальная ситуация в том, что у тебя 60% самолетов всегда находятся в воздухе. И только 40% где-то хранятся, заправляются, там пересадка туда-сюда. То есть, аэропорт не предназначен для того, чтобы все самолеты, которые к нему приписаны, находились на поле. Нет, столько места. И дальше эти лизинговые компании прибегают в аэропорт, здоровенный конгломерат, и говорят, слушайте, мы бы хотели у вас подписать договор ответственного хранения. Я говорю, да, конечно. А сколько стоит? 5 миллионов долларов в месяц. Они говорят, да вы что, раньше же было 100 тысяч долларов в месяц. Одно там место. Они говорят, не, ну как, сейчас ситуация изменилась. Вот, первое, вы поганые люди. Второе, вас никто не любит. Какие-то там бандюганы могут что-нибудь отпилить. Вот, мы еще несем репутационные риски, потому что вы подонки. А вот, а мы вас типа это помогаем. Вот, все это стоит очень дорого. Вы хотите ответственное хранение? Да, 5 миллионов в месяц. А самолет стоит 60, там 50 миллионов. 10 месяцев и тебе новый самолет. Еще 10 месяцев, еще он его, когда ты закончишь, хрен его знаю. Они говорят, ну это несправедливо, они говорят, да нет, мы не против. Вы можете забрать его и перевезти куда хотите. Ну как мы его перевезем, он же не может взлететь. Ну почему? Вы можете его разобрать, там колеса отсоединить, крылья отсоединить, хвост пополам его. Отвести куда-нибудь в поле и поставить там охрану, пожалуйста. Мы же не против, мы же не возражаем. И все понимают, что это идиотизм. Ну с другой стороны, имеете право, имеете. И все. И дальше что? И дальше все начали договариваться. В результате. Первое. Часть самолетов нам продали за полцами, а некоторые даже за третьими. По причине. Потому что посчитали экономику, выясняется, что если, а причем, если вы сдали, поставили под охрану, ответственное хранение этот самолет, то мы же доллары не принимаем, значит вы должны заплатить рублями. А где вы их возьмете? А хрен его, это ваша проблема. Мы здесь при чем? У нас такой закон. Понимаешь? И получается эти ребята, которые с точки зрения арифметики, что мы все производим там 20-20 самолетов в год, и нам нужно тысячу. Они нам все это обрубили, с точки зрения арифметики, они гении. Там все красиво. А с точки зрения нюансов, полная жопа огурцов. И дальше. Что они? Они понимают, что рубли они не могут найти, что стоимость захоронения сумасшедшая, и дальше надо как-то договариваться. И пошло-поехало. Вот ты сейчас слышишь что-нибудь про авиацию в России, которая не летает? Правильно. А зачем? Не надо уже ни о чем говорить. Все, кто умные, все все поняли. А те, кто балбес, им невыгодно поднимать вопрос, что они идиоты. В результате часть самолетов выкупили, часть стоят на стоянке хранения, их надо оплачивать. В результате они, лизинговые компании, создали другие лизинговые компании из третьих странах, передали им по лизингу туда, а эти вернули ее обратно нам. И все. Это раз. Понимаешь, там еще столько нюансов. По запчастям все то же самое. Там много-много-много. Но как это было предподано, когда это только началось? Все, Россия лишилась авиации. Все кругом подонки. Мы теперь умрем. Мы теперь будем летать на оленях, на поездах и все остальное. Хотя я, например, с Воронежа в Москву езжу на поезд. Шикарно. Там все есть. У меня вообще мечта поехать с Москвы до Владивостока. Слушай, у нас там двухэтажный поезд ходит, там у него и телевизор, и все, тебе и носит, и поезд. Говорят, что там прям такой шикарный поезд, что это просто получается как туристическое... Да, я себе фильмов закачиваю и смотрю. Три фильма посмотрел, я в Москве. Он идет шесть часов. Он такой хороший, все, отлично. Потом дальше на самолетах. Я к чему? К тому, что между трагедией, которая описывается вот этими всеми рекламными проспектами западной, и их мыслью, и реальностью, может быть совсем другая история. Она может поменять знак с точностью наоборот. В результате мы целый ряд самолетов купили за полцами, некоторые за треть, нормальные, новые. И не потому, что нам хотели это продать. Они продавали от безысходности. Просто от безысходности. Либо вы будете платить сумасшедшие деньги, либо продавайте нам. И был же случай... Ну, я не знаю, про этот самолет или нет, но, по-моему, именно про этот. Когда на Цейлон прилетела группа туристов, и наш самолет был арестован там. И по суду. И он там задержан. Потом им предоставили документы, что этот самолет уже наш. Просто наш купили. И купили, я тебе хочу. В этой безнадежной ситуации лохи – это запах. Лузеры. Потому что у них безысхода была полная. Либо ты попадаешь на сумасшедшие деньги, все равно лишаешься самолета. Либо ты его продаешь хоть за какие-то деньги. И это была удача. Но они в это говно влезли сами. И таких нюансов очень много. Поэтому, когда вы что-то слышите, что-то ужасное, что там с нами хотят сделать, не торопитесь. Может быть, это удача. Просто она звучит некрасиво. На начальном этапе. Ну, в общем, вроде вот так вот все. Значит, по Карфагену все понятно. Карфаген будем рушить. Кстати, все время про Карфаген говорят вообще все хуже и хуже. Я тут смотрю, мне даже за них как-то уже страшно становится. Этот Карфаген, от когда он родился, его от тогда хотят притопить. Но не было пока чем. Сейчас уже, по-моему, появилось чем. Знали бы, тогда бы его уже придушили. Потому что очень много уже народа рассчитывает, что Карфаген – пипец. Ну, нашу звезду путеводную, полярную, мы ее видим. Мы знаем, где она находится. То есть нам известно, куда мы придем. Так что все идет по плану. Я не знаю, что там, кто расстраивается. Все абсолютно нормально. Спасибо, Алексей. Давай, счастливо. Все, пока-пока. Всем пока.